Девушки отдыхают И наконец-таки я активировала это ужасное сооружение и решила эту головоломочку Так что не забудь поставить свой царский лайкосик, подписочка на канал, на паблик контакте и на сервис дискорде Ссылочка в описании Все, надевай наушники и поехали Так, 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 сейчас мы все активируем Кажется, это колесо приводит в действие двигатель пианино Благодаря динамо-эффекту, Кейтлокер Тогда, полагаю, мне придется снова хорошенько раскинуть мозгами Зачем? Хорошо, дело пошло В смысле? Чей двигатель? Какой? А, можно сюда же поставить Ну, вот этот вот Отчет ректора Ну, вряд ли бумажник Партитура гимна вагина Так, партитуры на месте Угу Не могу играть Двигатель выключен О, а вот этого не было О, господи, что это? О, пошло-пошло Кажется, я сделала Так, теперь вот это Потянуть, наверное, надо Вниз Не работает Почему? Почему не работает? Так О, что это? О, господи Так, я открыла потаник Не будь сентиментальной, Кейтлокер Автоматом был создан для конкретной цели У него нет такого понятия, как чувство Уточню, что это однофункциональный автоматом Он не такой, как мы Высокоразвитые автоматоны Созданные для выполнения различных задач Сломан О, у него нету Колесик одного И есть ключик Так, хорошо Что мне дальше делать? А может, Оскара засунем? А давайте Оскара засунем Может, получится? Кейтлокер Я Высокоразвитый Автоматон Ага Созданы для выполнения разных задач Работай Нифига себе Мы его засунули Кажется, мы скоро потеряем Из нашего зверька Давай Работай Крутись О, флаг понялся Все Все еще не утратила Свои раздражающие привычки Кейтлокер Посмотри на это с другой стороны, Оскар Благодаря тебе пианино работает Поспеши Делай Как говорил реактор Хорошо Так Мне пора за пианино Значит Но я не умею играть Как бы Но ничего Сейчас что-то понажимаем И у нас получится Либо нас выгонят отсюда А Ничего себе Да мы неплохо играем Что-то она приобеднялась своими навыками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пианино Добро пианино Добро пианино Субтитры сделал DimaTorzok Добро пианино 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 Субтитры сделал DimaTorzok Потому что... Потому что это значит, что есть связь между Вагином и мамой. И, может быть, Даной тоже. Даной, которая выглядит как я. А, значит, семейная связь. Не знаю, но возможно. И будь уверен, я докопаюсь до истины, когда я снова выйду на след Данны. Идём, Оскар. Ректор Малер должен нам досье. Я уже упоминал, насколько унизительным я это считаю. О, да, Оскар. Упоминал. У меня вот закралась такая мысль. А возможно, что этот Данн является нашей матерью? Или нет? Странное предположение, но ладно. Думаю, скоро мы узнаем всё. Так, теперь нам надо забрать наше досье. Я уже забыла, зачем мы это всё делали. Так что давайте нам досье, пожалуйста, на Данны Роллс. И я пойду гулять. Хорошо, но не мне. Вы обещали мне досье. Конечно, конечно. Вот оно. Данна Роллс. Как просили. Спасибо. Наконец. Так, отлично. Сейчас почитаем. Так, так, так. Адрес данные в тридцать седьмом году. Похоже, это частный дом. Номер 20 Брюки-Дарнебель. Мост Туманов, да? Нашли, что искали? Думаю, да. Что такое Фройлян? Ну, видимо, это обращение у них принятое. Но мне даже нравится. Кстати, было бы неплохо и звучало бы такое имя. Фройлян. Довольно красиво. Фройлян, иди ко мне. Фройлян, возьми то. Так, что мне делать с этой штукой? Так. Пичмо, бумажник. Вот досье Данны Роуз. Мне очень интересно его посмотреть. Мост Туманов 20. Адрес данных в тридцатых годах. И? А что мне делать? Что мне делать? Отправиться на трамвае к мосту Туманов. Так. Туманы. Мост. Кажется, нам вот сюда. Сейчас проверим. А, ты еще с нами не катался. А, я и завыла. Сейчас мы покатаемся. Так, интересно. Вот эта вот линия. Она работала под каким-то механизмом? Или это просто аксессуар? А что это железное, когда наступает? Может, это какой-то механизм был раньше. В принципе. Так. Кажется, здесь у нас трамвайная станция. Да-да-да. Господи, как она медленно спускается. Ну, давай быстрее. Единственное, не прыгала через несколько ступенек, что у них. Так. Слева. 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 Кажется, она слева. Вот сюда. Нет? Видимо, вот сюда. Вот. Мне вот сюда. Вот, подойди вот сюда. Куда мне надо? Вот, мне надо на старый дом. Да. Куда мне надо? Знаешь, так очень неудобно путешествовать, Кейт Оркер. Знаю, Оскар. Я обещаю выпустить тебя, как смогу. Окей. Где ты его спрятала? Я, да, я сама с собой общаюсь. У меня надоедальные мысли. Ничего такого не смотрите на меня, так злобно. Я здорова. Я здорова. Так, вагин мост туманов, пятый год. Берю, Кейт Оркер. Берю, Кейт Оркер. Ладно, повторять этого не буду. А то ты вправду, туманы. Стоп, а куда мы спустимся? Мы уж упадем. Мы упадем, мы наверху. А, фух, слава богу. Так, Оскар, теперь надо найти старый дом Данны. Ты помнишь его номер, Кейт Оркер? В ее регистра... 20. Мост точно такой же, каким был в 30-х годах. Только чище и с виду почти новый. Будто его починили. Ладно, я не знаю, почему диалог сорвался. Может, я кнопку, когда я ее тут же не нажала. Ну, ладно. Так, куда нам надо идти? Видимо, не сюда точно. Подозреваешь, что куда-то направо. Вот. Точно не сюда. Вот, 100% не сюда. Значит, вот сюда прямо. Так, что? Тринадцатый. Ага. Тринадцатый. Пятнадцатый. Значит, следующий будет... Шестнадцатый. Так, а ты кто у нас? Это что? Это кто? Что использовать? Кого использовать? А что я могу использовать? Попробую по-другому. Даже не думай, Кейт Оркер. Неужели я мало пострадал во время твоих приключений? Тогда у нас ничего, как бы... И нету. Так, я проверю эту дверь. Но, скорее всего, это... Семнадцатая. Да, отлично. Значит, там будет следующее, девятнадцатая. А двадцатая будет на правой стороне. Возможно, даже вот это. Восемнадцать. Так, значит, следующий домик. Так, нет, нам не сюда. Нам вперёд. Вот это. Вот, номер двадцать. Старый дом Даны. Гутен таг, фройляйн. Гутен таг. Так, так, так. Так. Что у нас тут творится? Это что за баночки? Это что за рукопись? Что это за баночки? Спасибо, что мне ничего не сказали. Что это за баночки? Так. О, я с тобой пока не хочу говорить, а хочу здесь осмотреться. Оу. Сделано в вагине. Красиво. Красиво. Так. А тут много обезделушек по звуку. Ещё сувениры. Я бы предпочла, чтобы здесь были картины. А, по-моему, раньше здесь были картины. Отец же, по-моему, писал. Отец данные картины. Вот насколько здесь всё поменялось. Так. Приехали в отпуск, Фройляйн? Нет. Я тут проездом. Что ж, добро пожаловать в магазин. Меня зовут Фрау Хайгель. Ну, я не запомнила. Вы заинтересовались сувениром, Фройляйн? Нет. Да, у вас чудесные товары, Фрау Хайгель. Красивый магазин. Спасибо. Все наши сувениры, как мы говорим, работа настоящих мастеров. Все сделаны здесь. Хотите купить сувенир, Фройляйн? Нет. Ну, я скорее ищу кого-то, а не что-то. Того, кто раньше жил в этом доме. И, как думаете, сможете помочь? Я купила магазин прошлой осенью, а прежде у него было много владельцев, так что... Её звали Данна Роуз. Она жила здесь до войны. Я надеялась найти тут какие-нибудь её следы, чтобы продолжить поиски. Ясно. Да, я слышала про Роузов. Но не знаю, остались ли какие-нибудь их вещи в доме. Но вы тут не живёте? Нет. Мы с мужем живём в пригороде. Понимаете, прямо перед войной мост был разграблен при вагеранских погромах. Это правда было ужасно. Затем район разбомбили сразу после войны в ходе освобождения. Многие дома были повреждены, в том числе и этот. После войны их наскоро отремонтировали, но в основном они заброшены. Давайте про погром. Вы сказали про погром, случившийся в вагеранской общине. Расскажите ещё. Я знаю о погроме и столько, сколько и любой другой вагеранин. Он случился в 38-м году, если я верно помню. После того, как Австрию и Астерталь аннексировали коричневые тени. Что случилось? Что значит, аннексировали? Ну, тени устроили гонение на вагеран под вымышленными предлогами. Начались погромы во всех аннексированных странах и в этом доме тоже. И тогда Роузы были дома? Повторюсь, Фройляйн, я не знаю, но надеюсь, нет. А, это насильственное присоединение к государству всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Ага, понятно. На доме нет следов повреждений, как я могу судить. Потому что мы отремонтировали. Да и весь район тоже. Спасибо. Это потому, что после первого ремонта Совет профинансировал серьёзные восстановительные работы для фасадов. Но по правде говоря, ремонт интерьеров они оставили на совести владельцев. Поэтому нам с мужем пришлось потратить все наши сбережения, чтобы магазин соответствовал стандартам, которые мы требуем от поставщиков. Очень жаль. Да. И если Советы дальше не будет помогать с ремонтными работами, на мосту не останется жителей и уж тем более хороших независимых магазинов, как мой. Не будет ничего. Лишь безликие сетевые магазины, как тот, что неподалёку или на музыкальной площади. А значит, после погрома, бомбёжек и ремонта всего дома, сомневаюсь, что мне удастся найти следы роузов. Ну, не совсем так. Если честно, нам не хватило денег отремонтировать весь дом. Так что на верхних этажах у нас склад. Правда? Теперь после ваших вопросов, я вспомнила, что мне попадали и старые фотографии до военных времён в разных частях дома. Предыдущие владельцы не хотели их выбрасывать. Думаю, там они их и оставили. Вы не возражаете, если я посмотрю наверху? Или, может, вы могли бы принести фото сюда? Я не могу оставить магазин без присмотра, чтобы вам помочь. Я вас даже не знаю, Фройляйн. Понимаю. В таком случае, не разрешите ли мне посмотреть самой? Прошу, не обижайтесь, Фройляйн. Но я не настолько вас знаю, чтобы доверять. Мне очень жаль. Теперь, если позволите, Фройляйн, у меня клиент. Я вижу, тебе не удалось убедить хозяйку магазина, Кейт Уокер. Как ты теперь собираешься попасть наверх? Не знаю, Оскар. Буду импровизировать. В этом на тебя можно положиться, Кейт Уокер. Значит, будет незаконное проникновение. Снова. Так, куда полезем на этот раз? На второй этаж. Или на третий. На чердак сразу. О, отлично, как мы любим. Так, нет, это плакаты. Хорошо. Так, что у нас тут есть? Подсказки пока нету. Ну, вообще правильно, что она нас не пустила. Мы, вправду, чужой человек. Она с первого раза видит, и мы хотели подняться наверх. А там, как бы, вроде, есть у нее этаж, который, вроде, обустроен. Более-менее. И магазин это уже, кстати, бросить не может. Почему? Потому что она нас не знает, а тут, как бы, есть выручка. Это точно больше не художественная галерея. Похоже, сделали очередную лавку для туристов. Ага, так. Надо найти что-то, чтобы отвлечь фрау Хагель. Можешь заглянуть в торговый автомат у сувенирной лавки. Тот, что у лестницы, у трамвайных путей. Я, как бы, ничего не поняла, но я пытаюсь вспомнить, где там торговый автомат. Вот. Вот эта штука? Привет. Это тебя мне надо использовать? Нет, это мне так не... Нет, Кейт Уокер. Я делаю это не так. О, ш... О, ничего себе. Что ты мне дашь? Чего? Что? Что? Ух ты! Что это такое? Дешевый сувенир. Взаимодействуй. О, ужас. Ясно, что этот сувенир сделан не в Агене. Ну, понятно. Какая-то дешевая фигня. Китайская. Добавлено в рюкзак. Открытый дневник. Так, дневник. Ага, ага. Ага, ага. Так. Проверить. Что я могу с ним, в принципе, сделать? Пока я не понимаю этого. Я могу ее отвлечь с этой детской игрушкой? Каким образом? Теперь, когда этот дешевый сувенир у меня, что с ним делать? Фрау Хайгель заботится о качестве и происхождении товара. Держать такой сувенир на своей витрине для нее будет оскорбительно. Подложить. Подложить товар? Правильно я понимаю. А давайте-ка, давайте-ка подложим, взглянуть. Если как-то отвлечь сюда фрау Хайгель, я смогу незаметно пройти через служебную дверь и попасть на лестницу. Но как? Это незаконно. Ты чего? Я не хочу в этом участвовать. Я не хочу в этом участвовать, но кажется, мне придется в этом участвовать. А я тут как ни в чем не бывала, смотрю на ваши круглые хрустальные штучки. Что за жуткий шум? Простите, сэр. Да-да, это твой товар ужасный. Мужчина, не смотрите на меня и на мою попу. А, вот она. Что за ужас? Это определенно не из моей лавки. Мы такой убогой дешевкой не торгуем. Да-да-да-да, конечно, а как ты тихо, тихо, не хлопай дверями. Слава тебе, господи, о боже мой. А потом мы обратно как вылетим? Через окно? Отлично. Вряд ли фрау Хайгель что-то заметила. Может, поищешь комнату Данны Роуз, Кейт Локер? Там ты сможешь узнать о ней больше. А это идея. Лишь бы фрау Хайгель не зашла наверх. Да, иначе нам капец. Все, нас повяжут и мы уже будем снимать следующие ролики в тюрьме. В тюрьме. Так. Взглянуть. Что это за картина? Стоп, стоп, стоп. На фото показан полуразрушенный дом. Наверное, фото сделано после бомбежки перед освобождением Вагина. Май, 1945. Кстати, очень похож на этот дом. Дом Роуз. Так. Дверь какая-то. Но здесь явно сейчас никто не живет. И уборку тоже не проводит. Даже швабра стоит, но никто уборку не проводит, я уверена. Так. Ну, в смысле? Ну, подойди, пожалуйста. Ну, да, в смысле? А, это двери. Господи. А ну, стоять. Так, очки. Наверное, здесь фрау Хайгель отдыхает. Отдыхает. В этой, извините, мусорке. Там паутина, мусор валяется. Даже мусорка не полная, а мусор на полу. В смысле, она здесь отдыхает. Здесь грибок, паутина и пыль. Здесь темно. Неудивительно, ведь окна заколочены. Магазинные запасы. Здесь точно никто не убирается. И сквозная комната. Ну, значит, нам вот сюда. Так, опять, опять сквозная комната. Фу, какая красивая чистая ванная. Думаю, здесь точно никто не моется. Почему ты не можешь подойти? Подойди, ну. Тут ничего интересного. Так, здесь тоже. А нет, что-то есть. Нельзя, нельзя смотреться. Вообще тут разбитое зеркало. Ты чего? Ё-моё, кажется, нас ждут большие проблемы. О, домашний питомец. Прикольно. О, дырка в полу. Замечательно. Двуспальная кровать. Много места. Наверное, спальня родителей данной. А где же комната данной? Количество комнат не сходится. О, а это Данна. Что тебе нужно? Тебе нужна фотография Данны или её комната? Вряд ли тебе нужна её фотография. Ты хочешь, в принципе, найти немного информации и найти её. О-о-о. Так. Семейный портрет. Это, наверное, Данна с родителями. Угу. Не, наверное, а так и есть. Ну, больше тут ничего нету. Теперь надо идти обратно. Жаль, что ты не можешь просто перепрыгнуть и перелезть это. Только не провались. Только не провались. Не хватало нам ещё этого шума. Ой, кстати, опять стоит лестница. Как будто на чердак. И на том этаже, и на этом. Странно. Заложено кирпичами. Наверное, тот самый ремонт, о котором говорила фрау Хайгель. И что, стены будем бить? Мы будем стены бить? На этих полках на втором этаже было фото. Оно может подсказать, где искать комнату Данны Роуз. Ну, ладно. Главное, чтобы там никого не было. Главное, чтобы там никого не было. Полы поднялись, кстати. Чувствую, скоро здесь всё развалится. Ну, это явно не комната Данны Роуз. Иди, иди, ты иди. Так, это мы видели. Значит, нам нужно ту взять фотографию. А ты раньше не могла мне сказать, или мне надо было именно навестись сюда? Оскар. Я, кажется, знаю, где комната Данны. Я слушаю, Кейт Уокер. Итак, на одном из фото спальня, которой нет на третьем этаже. Так ведь? И мы знаем, что при ремонте лестница была заложена. Она вела на другой этаж. Там и должна находиться недостающая спальня Данны. Звучит. Вполне логично, да. Конечно. Если повезёт, комната будет такой, какой её оставила Данна много лет назад. Может, даже с подсказками, как выйти на её след. Надо только попасть в эту спальню на четвёртом этаже. Насколько тебе не удалось подружиться с фрау Хайгель, следующим разумным шагом будет посмотреть снаружи здание, Кейт Уокер. Ты прав, Оскар. Пойдём же. Найти способ попасть в спальню. Так, ну что же. Я так понимаю, сейчас мы будем ломать стир. Давайте-ка просто сломаем стир, но попадём на чердак. Почему бы и нет? Так, ну там мы точно не попадём. Так что давай вниз. Я не знаю, как мы сейчас выйдем отсюда. Я без понятия. Сейчас, кажется, нам попадёт. Сейчас бесец будет. Сейчас нас накроет. Связаблава будет. Ё-моё, полицию вызовут. В окно. Тебе просто надо было в окно. Пригнись. Просто пригнись. Пригнись. Пригнись, пожалуй. Она смотрит. Пригнись. Пригнись. Почему ты не можешь пригнуться? Вот, мы посмотрим пока просто на это искусство. Это лебедь, но он очень странный. Ещё сувенин. Красивый. Я бы предпочла, чтобы здесь были картины. Да-да-да. Хорошо, хорошо. Картины, картины. Поэтому я пошла. Я пошла отсюда. Вот так вот я пойду. Я посмотрела. Всё, спасибо. До свидания. Мне ваши сувениры не понравились. Так. Теперь надо смотреть дом снаружи. Так. Здесь он довольно большой-большой-большой. Вот здесь он заканчивается. Здесь ничего нет. С той стороны. С той стороны был дом тоже. Полностью из кирпича лазит никаких не было. Мы приостановимся и увидимся уже в следующем. Так что не забудь свой царский лайкосик, подписочка на канал, на паблик ВКонтакте и на сервис Дискорде. Ссылочки все в описании. Так что всё. Всем пока-пока.